будет ли считаться эзотерическим долгом помощь государства если дают от государства если дают на развитие бизнеса нет не будет читаться долгом государство у вас берет а это его долг вам елена копанчук почитайте что-нибудь волшебные своих книг всегда очень интересно слушать с удовольствием какое-нибудь место открою сейчас и прочитаю долго я не мог понять почему обычных людей не получается становиться успешными счастливыми людьми я думаю что это связано с тем что большинство людей ничего не хочет создавать для этого мира ведь это же понятно как белый день если мир должен тебе что-то давать то и ты должен что-то давать этому миру а мы даже работаем на кого-то а не на себя нужно стараться делать что-то для мира писать статьи их публиковать создавать музыку делать поделки готовить пищу но это делать самому или заставлять кого-то делать для тебя так ты даешь миру сам или через кого-либо и мир хочет давать тебе делайте мой совет такое хотите чтобы мир вам давал старайтесь что-либо для мира делать что можно делать для мира выйдите на улицу посадите цветочек сделайте какое-нибудь видео выложите его бесплатно в youtube и так далее это все как бы для мира с какими-нибудь полезными советами даже списанными или считанными где-либо делайте это для мира тогда у вас будет постоянно что-то что будет давать вам мир взамен так уж это устроено также миру можно желать что-нибудь мир я желаю тебе развитие мир я желаю людям благополучия и радости пожелайте кому-либо улыбайтесь окружающим людям коммуникация основа нашего благополучия поэтому улыбаясь кому-либо в этом миру улыбаясь незнакомым людям улыбаясь людям с которыми вы коммуницируете вы можете привлечь очень быстро в жизнь успех это проверенный метод я еще очень часто кому-нибудь делаю комплименты то есть если я встречаю незнакомую женщину там или мужчину вот сегодня в банке был мне выдали документы я это женщине сказал огромное спасибо вы самый лучший работник вашего заведения и при этом очень красивая женщина и прошлый раз я это сказал и сейчас она это вспомнила представляете она так расплылась потом встала из очереди отошли она отдельно мне вы выдала этот документ хотя я хочу вам сказать что и было легко сегодня сказать мне что он еще не готов потому что он не лежал в архиве а лежал в отдельной папке или в отдельной который только сегодня напечатали ей выдали видно из канцелярии она очень я говорю так так милы потом когда я приехал в банк и начал говорить женщина и говорю надо живу на вас такой красивый желтый свитер она говорит да это нам банк выдал желтый свитер я говорю надо же никогда не видел чтобы были такие желтые свитера я говорю я надеюсь что банк вам когда-нибудь сможет оплачивать еще и хорошо вашу работу на гряда банк я вроде вы живете и так далее и так далее потом самом конце говорю у меня еще так хорошо как вы никто никогда не обслуживал и она говорит но и большое вам спасибо вы знаете это удивительное такое качество когда вы делаете комплименты как как у джава говорил давайте говорить друг другу комплименты и говорить и запоминать хорошие моменты и вот я к этому тоже призываю вот я когда-то сказал своему знакомому который продавал шаурму он говорит я поставил шаурму там между городом и деревней и говорит у меня ее не покупают потому что люди в деревне ее могут сами приготовить что мне закрываться теперь я говорю послушай меня внимательно сейчас когда ты будешь делать шаурму то каждому человеку который будет подходить желать что-нибудь хорошее а также этому человеку говори комплимент если эта женщина прошло там пять или шесть месяцев вот мы постоянно каждый вечер проезжая мимо его шаурмы и у него постоянно круглосуточно работает уже два повара его нет я один раз ему позвонил и говорю проезжал мимо хотел у тебя шаурму заказать но решил не стоять в очереди как дела он говорит очень хорошо очень хорошо я помнишь я тебе посоветовал когда вы мне посоветовали то у меня сразу же начали идти и идти дела потому что женщины приходили не за шаурмой они приходили чтобы им кто-нибудь делал комплимент он говорит да еще и решил свои дела которые связаны семьей то есть нашел себе женщину и так далее это проверено когда ты открыл компанию и эта компания не имела никакого шанса выжить что я сделал как раз был новый год я опубликовал стихи такие свои правда то есть опубликовал это на одном таком листочки там было написано что поздравляю с новым годом желаю там бла-бла-бла только в стихах был нарисован там название моей компании и сайт и внизу вот это поздравление оделся как дед мороз стал просто на улице и вот так большому количеству людей раздал эти листовки когда я раздавал листовки то всем говорил слова поздравляю вас с новым наступающим новым годом желаю вам счастья любви и бесконечного успеха финансового после того когда я отдал эти листовки их было одна тысяча штук начал я раздавать их два часа дня стоя возле крещатик на крещатике возле возле рынка бессарабского то когда я раздал вот эти все листовки то целый год на следующий год у меня были очень удивительные финансовые яркие всплески я нашел очень хороший бизнес который несколько лет меня очень хорошо кормил хотя намеком в эту сторону не было совершенно никаких вот вообще также там было предложение какое-то по бизнесу моему и был указан мой номер телефона но вы представляете я этот номер телефона в спешке когда отдавал в полиграфию не проверил и они его впечатали неправильно поэтому мне никто не позвонил ничего в этом страшного спустя годы я делаю анализ и понимаю что то что я сделал это тоже пошло верно к чему это говорю о том что я сказал книжки пытайтесь подарить миру что-нибудь хорошее и этот мир обязательно что-то хорошее даст для вас или создаст для вас ляля артамонова младший сын неженатый не хочет общаться поддерживать отношения со старшим сыном думаю ревнует его ко мне как матери что делать помните обряд когда соединяешь сына одного и сына другого из и и себя и объединяйте всех одном одним кольцом крови это я провожу или вернее рассказываю об этом обряде в первой ступени проходите внимательно его служба